здравствуйте дорогие друзья ребята мы продолжаем отвечать на ваши потрясающие вопросы которые вы задаете внизу под каждым видео в комментариях обязательно оставляйте ваши вопросы под этим видео мы будем разбирать каждый и отвечать на каждый вот в таком видео формате сегодня у нас замечательнейший вопрос от нашего подписчика который задал вопрос здесь на платформе youtube его зовут алекс лев расскажите пожалуйста что делать на пг во время тренировки стало плохо и закружилась голова не ел часа 4 либо 5 до тренировок алекс огромное вам спасибо за вопрос поехали разбираться ребята перед тем как я дам ответ на этот замечательный вопрос я призываю вас записываться в мой пг марафон который стартует 17 июня ребята мы будем работать и трудиться не покладая рук в течение трех недель в обновленном формате марафона под моим четким руководством что такое пг марафон ссылочка будет здесь и как отправить свою заявку на участие в марафоне вы найдете если вы раскликните описание этого видео поехали дальше разбираться алекс замечательный вопрос я вам сразу могу сказать что головокружение во время тренировки является просто жесточайшим приступом гипогликемии если гипогликемия низкий сахар низкое количество глюкозы низкое количество энергии вас продолжают преследовать на пг это значит одно это значит что инсулинорезистентность а ссылка будет здесь что это такое не до конца поворота инсулинорезистентность душит вас и будет пытаться вытрясти из вас все потроха до тех пор пока вы от нее полностью не избавитесь почему так происходит потому что организм привык получать калории извне организм будет всеми ему доступными способами будь то головокружение будь то нервозность будь то просто желание поубивать всех подряд и голод стараться вас заставить поесть ваше решение этого вопроса это предусмотрительно включать жиры ваше решение этого вопроса это предусмотрительно и это может показаться вам достаточно тяжелым или сложным способом включайте алекс 48 часовое голодание это будет самым лучшим инструментом для лечения вашей инсулинорезистентности потому что у организма не будет другого выбора как только использовать ваши жиры во время сна для восстановления вашего гликогена если вы кушаете днем даже на фоне пг даже на фоне чистого палео или кета вы все равно можете не до конца попрощаться с вашей инсулинорезистентность это зараза которую вы вырабатывали годами это зараза которая вырабатывала вашим организмом в ответ на приемы постоянные пищи постоянные перекусы перед тренировками до тренировками после тренировки постоянно завтрак обед ужин перекус идешь где-то жуешь естественно он не будет уметь просто уметь на вашем гликогене внутреннем работать да и запасы вашего внутреннего гликогена тоже очень ограничены у тренированного человека который привык работать на своих собственных запасах энергии их полторы-две тысячи если вы чувствуете слабость если вы чувствуете гипогликемические все симптомы это огласит только об одном нужно работать именно с этим симптомом и это очень хорошо изученное явление которое мы побороли с сотнями с тысячами ребят которые проходят через этот канал с сотнями ребят которые проходят через pg марафоны просто ребята с которыми я работаю лично все проходят через этот процесс и вы алекс ни один единственный человек не волнуйтесь вы просто поборете эту заразу инсулинорезистентность вы разовьете объемы своих гликогеновых депо потому что вы красавчик и вы не сдадитесь люди которые на полпути бросают начатое дело они так до конца не понимают что такое быть свободным от пищи что такое быть свободным от постоянных перекусов что такое быть свободным иметь такое количество своей собственной энергии которой достаточно на два-три дня активной работы где вы 20 тысяч каждый день делать и где тренируетесь каждый день я лично веду мои марафоны ребята я могу 72 часа есть при этом еще 90 человек вести и быть продуктивным отцом членом общества и не чувствовать абсолютно никаких угнетений с точки зрения сахара с точки зрения какого-то желания поесть вообще никакого желания нет потому что у организма достаточно гликогеновых депо для того чтобы обеспечить меня двумя с половиной тысячами калорий просто из запасов гликогена а когда я ложусь спать они восстанавливаются из жировых запасов и ребята запаса жира у каждого человека более чем достаточно даже с низким процентом подкожного жира более чем достаточно для того чтобы вы 10-15 дней могли просто на регулярных основаниях включать не только пг но и вообще не есть чтобы вы чувствовали себя продуктивным и рабочим но о длительных процентах голодания мы сейчас с вами не говорим мы говорим о том что 48 72 будут идеальным рабочим инструментом для лечения вашей инсулинорезистентности для создания условий вашему организму при которых у него не будет выбора как только восстанавливать ваш гликоген из жира и на гликогене вы будете жить и этот процесс он не моментальный этот процесс он требует времени я вам алекс желаю всячески огромных сил целенаправленности целеустремленности дисциплины потому что вы поборете эту заразу это очень неприятно здесь ломаются очень многие люди и они просто говорят она нахрен это все потом как-нибудь начну вы сможете алекс потому что вы уже имеете основной плацдарм вы имеете достаточное количество информации вы имеете более чем достаточно количество мотивации и я посылаю вашу сторону массу энергии массу позитивного заряда который также вам поможет справиться с этой заразой спасибо вам огромное за ваш замечательный вопрос ребята пожалуйста как всегда пишите все ваши вопросы внизу ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал я вас благодарю за ваше внимание а тем временем мы двигаемся только вперед